Музыка Пока-пока, сына А ты, пожалуйста, растопи печку, хорошо? Картошку будешь жарить? Ну, обувайся, бери, обувайся Ой, как хорошо На улице тучки, поэтому Тепло Так, я еду Сейчас за мамулей Сейчас наш ленту прогреется И Потом Динскую мы с мамой За Тканью на костюм Гришкина Снеговика Да, сейчас плюс два показывает Но достаточно-таки Чувствуется так хорошо Потому что точки тепленько так чувствуются Все, мы в Динской С мамой Приехали Пошли Переходим Ну да, тут и плитку-то положили Заметила статус Как красиво украшен Короче, красота тут наводится Как будто наше творчество Как его называют Давай, ничего Бля, как Чудной такой, да, головой Печица А вот и заказ Тут все И лавочки поставили То, что тут Такого и не было, да? Угу Прям хорошо Боже, строят одни Торговые центры, да? Здоровые Да, купленные И на рынке Все строится Боже Столько всего У нас не текстиль У меня новая шапка С бубончиком Так, мамуля пошла в автомагазин За запчастями на окушку Мы тут все купили Паралона Там еще скакалку я себе купила И маме спортивный костюм Мы такой прям прикольный выбрали Спортивный костюм Думаю, что Как-нибудь покажу Как мама приедет в нем Или померяет Вот Он такой темно Этот Темненький Ладно, мама идет Сейчас Потом расскажу Ну как у тебя дела, сын? Мамана Что делали тут? Картошку пожарили? Да Почем попробовать Сейчас пойдешь мне картошку? Сейчас я пойду Сынок посмотрю Мам, я донесу Мама, ты как Тихо Тихо Если папа спится У него он очень тяжелый Гришуя, осторожно Хорошо Так, ну что Я сейчас буду обедать Сижонка тут нажарил картошки Сейчас буду кушать Так, мой обед Жареная картошка Большая кружка кофе Со сливками Еще остались От торта И домашние Соленые огурчики Склади его Да Склади его Гришенька Гриш, давай Обувайся Гришенька Ты готов на улице А где мои руки? Нормальный Гришенька Это галоши Буша была Гриша Для этого, чтобы идти туда, нужны здесь вездеходные ботинки. Здесь, наконец-то, лампы, Сержонечка. Поменял это, прям перегорели две штучки. Что там? Подождите. Ужас, да? Сотрите, какой большой у вас тут коротелёд. Ого. Я помню. Только сотрите, потом... Да, только сотрите, потом колоть руки будет. От холода? Нет, нет. Ой, всё. Поставила чуть с Гришкой, посмотрела, что он там гуляет. Сейчас пойду полежу, потому что у меня, как всегда, куда-то ехать. Потом немножко такое состояние, что нужно немножко отдохнуть. Ну, когда едешь за рулём, то оно, в принципе, даже нормально. Но когда я пассажир, то состояние ещё более такое... Ту-ту-ту. Ты догонять будешь, Дашу? Догоняй мне. Догоняй, Дашу, скорее. Что там у вас, покажите? Ух ты. Не от воду только выли, Даш, потому что сейчас Ахоня придёт, всё разольёт. Хорошо? Пожалуйста, пошёл сразу. Подождите, у тебя там что? Ой, у тебя человек с это аппаратом. Военным. Угу. Ух ты, а у Даши какая-то принцесса, да? Угу. Военная. Причём планшет. Принцесса. Она помогает, вообще-то у неё магия, и она летит. Ну да. Привет. Так, ребята там гуляют. Я сейчас сварю борщ, уже прям очень хочется жидкого. Борщ у нас будет с зажаркой и с фасолью с белой. Поэтому начинаем варить, сейчас всё начищу. Так, ребята вышли на улицу. А папуля моет машинку мне. Афонечка. Мне или себе? Мне и себе. Сюда, Даши. Ну-ка, давай. Пока! А я в новых голосиках вышла. Угу. На голые ноги. На голые ноги. Они, знаешь, какие тёплые вообще. Не, сейчас просто ждите вывела, пошла ж больше добавить. Давайте, давайте. Не, ну афу. Афон, в следующий раз как-то, ладно? Ты давай быстрее. Машину на этот заволен. Я доволен, да? Ой. Вот наружу, хоть старую вряд ли додрать. Ну да, уже-то скоро новая, да. Так, всё, все мои ребята на улице. Дети пошли до Даши. Я иду доваривать борщ. Там уже варится картошка, всё начищено. Осталось только зажарку. Посуда моется в посудомойке. Сейчас покажу, чем я её мою. Сейчас разделью. Так, посудомойка у нас индезит на 14 комплектов, по-моему. Здесь всякие там разные программы. И половина загрузки тоже есть. Вот этой штуки нет, потому что я её убрала. Поставила на режим, который мне нужно. В общем, на долгий, но не с замачиванием. Да? Но на самый долгий. Я не люблю, когда вот эти вот 40 минут. Там она бывает плохо вымылась. Здесь всё нормально моется. Вот эту штучку убрали. Потому что Афоня её постоянно ходил, отрывал. Вот сейчас вот она моется. Чем мою? Вот такая вот штуковина. Эту я в Санги Стиле купила. Честно, я помыла ей раз. Она мне вообще сначала не понравилась. Но потом я навожу вот эту вот одну такую типа аля таблеточку. Там она трёхцветная. Такая вот упаковка. Ну, то есть я упаковку убираю, да? И засыпаю ещё немножечко, примерно 2 столовые ложки. Может, там столовую ложку какой-то лимонной кислоты. И тогда вот эта штука нормально всё делает. Ну и соль покупаю в финиш. Да? Финиш просто что-то какой-то очень был дорогой с Анги Стиле. Поэтому не стала брать. Но финишем, конечно, мыть. И без лимонной кислоты всё отлично моется. Поэтому вот так вот, в общем, справляюсь. Если вдруг что-то не так моется, то добавляю в следующий раз лимонной кислоты. И всё отлично отмывается. Даже не нужно было сказать стаканы. Вот реально я их сейчас достала с посудомойки. То есть они прям очень чистые. Ведь вот этого без белого налёта. Мне всё нравится посудомойкой. Я вообще довольна. Ну что, борщик почти готов. Осталось сюда чесночок и зелень. В общем, всё с зажаркой. Уже и фасоль. Всё это я мешала вот этой вот новой силиконовой лопаткой. В Бау-центре мы её купили. И ещё купили вот такую вот штуку, подставку. То есть это, получается, и подложку сюда. Тоже в Бау-центре 99 рублей, по-моему, она стоила. И вот такую вот под крышку. Очень, кстати, ничего. Сразу не могла привыкнуть, чтобы крышку ставить сюда. Но думаю, если привыкнуть, то очень даже удобно. Вот, жду, когда больше теперь закипит. Попробую и добавлю зелень. А я, кстати, сейчас вышла за зеленью, потому что зелени нет. И опять у нас обалденно красивое небо. Я очень люблю, да, такие вот тёмно-бордовые цвета. И всё такое тёмное. И луна. Тоже такая тоненькая. Месяц очень красивый. В общем, мне кажется, всё это как будто на картине. Что там у Даши? Всё хорошо, Анташ? Да. Даша Колодеева там была? Да. Да, но сейчас уже домой едет. А папа? Папа. Где он? Да я не знаю, сейчас подъеду, может, в мастерскую. Я думала, он за вами пошёл, нет? Нет. Нет, мы сами перестали. Ага. Ну и что там у Даши? Всё нормально, всё по всему. А вот и Афоня пришёл, да, сыночек? И ты пришёл. А ты где был? Афонечка, а ты где был? Раздевать тебя? Давай раздеваться, давай. Борщик готов. Сейчас будем кушать со сметанкой. Сейчас он чуть подостынет. И дети прибегут. А дети там гуляют. А Афоня гуляет. Выставил все машинки. А он им всё ломает. Гриша смотрит хроники Нарнии, да? Тебе нравится? Угу. А тебе? Угу. Так, я сейчас буду полынуть. Жду, пока швабры размокают. А то она такая дубовенькая. Идём мы с Кришкой. Куда, Гриш, мы идём? Да, Григория, слова. Кто ты у нас, сын? Снеговик. Правильно. Так что, давай. Сначала ты выходишь и поешь песню. Я весёлый. Я забавный. Нет, я весёлый. Я весёлый. Я весёлый. Я весёлый. Очень славный снеговик. Угу. Сядь хорошо. Слеплен вашими руками белоснежный озорник. Да. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Слеплен вашими руками. Слеплен вашими руками белоснежный. Я, конечно же, на пять. Я, конечно же, на пять. И на ёлке вместе с вами. И на ёлке вместе с вами долго я могу плясать. Я была, как на тоненький ледок, выпал беленький снежок. Дальше я знаю, но... Ну, давай, дальше репетируем. Теперь я понял, говори. Теперь я понял, что на свете. Как Новый год встречают... Нет, это ведущая тебе говорит. Как Новый год встречают дети. Ты говоришь, они под ёлкой. Они под ёлкой. В Новый год. В Новый год. Весёлый водит хоровод. Весёлый водит хоровод. Танцуют и поют. Ведущая. А им ещё под этой ёлкой потом подарки раздают. А что такое подарки? Ты говоришь, подарки. Подарки? А что такое подарки? Ведущая говорит. А это большой кулек конфет. Обычно прячут под ёлкой. Под ёлкой? Под ёлкой. И заглядываешь под ёлку. Ничего там нет. Так, ну что, ребят, на сегодня всё. Антошка спит. Детей мы сейчас покупали. Афоню и Гришку. Сегодня у нас, конечно, в станице произошло просто ужасное, можно даже сказать, убийство. Я бы это так назвала. Потому что сегодня утром нашли девушку, которая лежала в кувете, можно сказать, возле того кафе-лагуна, где мы были. Получается, в прошлое воскресенье. Когда сижу, я там отплясывала. Там получается такой прям кувет. Вот девушка туда шла. Не дошла примерно один квартал. Потому что её сбил пьяный водитель и скрылся. Ну, как скрылся. Поехал вроде бы как домой. Его нашли. Он был пьян. Он просто её сбил. Её нашли аж только утром. То есть она там всю ночь была в этом кувете. Я понимаю, конечно, что везде творится вот такое. Вот везде каждый день кто-то умирает, кто-то рождается. Но вот для нашей станицы это, конечно, вообще такой шок. Просто ужас. Нет слов. Мы с мамой как раз ехали в Денскую сегодня. Видели, что там стоит милиция. Ну, полиция, да? Это, получается, случилось с левой стороны. Ну, вот по дороге в Денскую. А полиция, все стояли. Видно, что вышли соседи с домов. Сейчас сижу. Вот, и мы с мамой видели, что стоит полиция. Но это именно не ДПС. А вот такой, я не знаю, как там, Бобик. Как это называется? Не Бобик. Ну, в общем, такая вот серая машина. Вот. А потом уже позвонил Стёпа и сказал, что да, там сбили девушку. В общем, для нашей станицы это просто катастрофа. Можно сказать, это действительно убийство. Потому что оставить человека в таком состоянии, просто умирать. Понятно, что её там никто не нашёл ночью. Потому что он, наверное, думал, что они найдут его. Но его нашли, да, вроде бы. Ну, я думаю, что да, конечно, суд там его осудят. Но всё равно родителям никто не вернёт. Почему так вот всё грустно сегодня и настроение, и у нас, и, в общем, не очень всё приятно. Так вот, в общем, бывает. Ну, ладно. Всё. Всем до завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok